Владимир Сверчков Сверчков был одним из немногих художников второй половины XIX века, который работал в жанре цветочного натюрморта. Сверчков имел военное образование, но, выйдя в отставку, посвятил себя живописи. С 1856 года художник постоянно жил за границей и владел мастерской, выполнявшей заказы по оформлению интерьера, в том числе живописные работы на стекле. В 1873 году Сверчков переехал во Флоренцию и писал в основном натюрморты с цветами и фруктами. Субтитры создавал DimaTorzok Художник предпочитал нарядные и роскошные мотивы, придавая цветочным композициям торжественность и декоративную изысканность. В одной из наиболее поздних картин «Цветы и фрукты», исполненной в 1885 году, Сверчков уделяет особое внимание тяжелой драпировке, на которой разложены спелые плоды и мраморные филенки, которые выступают фоном для пышного букета, подчеркивая необычность изображенных материалов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Натюрморт «Цветы» 1867 года. Государственный русский музей. Пышные цветы строгой по форме вази выписаны с исключительной тщательностью, даже скрупулезностью. Цветы подобраны таким образом, чтобы создать буровский декоративный эффект. Мажорный колорит способствует возникновению эффекта нарядной красоты и изобилия. Все предметы, детали, особенно лепестки с их характерными изгибами, обрисованы и вылеплены так внимательно, что кажутся живыми. Субтитры создавал DimaTorzok Направленный свет выявляет блики, подчеркивает резкость очертаний предметов. Вся работа исполнена в академических традициях. При этом явно прослеживается внимательное изучение художникам характерной манеры и тончайшей техники письма голландских мастеров Натюрморта XVII века, произведения которых служили своеобразным эталоном для творческих поисков европейских художников более поздних поколений. По мере удаления от первого плана и приближения к фону, автор затемняет силуэты, смягчает их тональности. Достаточно необычен избранный сверчковый вертикальный формат овального полотна. Субтитры создавал DimaTorzok Музея Академии Художеств. Она является одним из первых произведений, выполненных художником в жанре натюрмортной живописи. Хорошо передана фактура предметов, блестящей поверхности декоративного, сдержанной росписью сосуда, нежных сосветий лишних хризонтек. Строго симметричное построение композиции искусно оживлено, расположенное внизу справа упавшее ветвью растение со множеством венчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Фестиваля Императорские сады России, проходившего на территории ныне входящего в музейный комплекс Михайловского сада. Фестиваля Императорские сады России